КОЛОНКА РЕДАКТОРА КОЛОНКА РЕДАКТОРА Вы же слышали депутатов, представителей народа, я не раз буду подчеркивать их аргументы, когда они выходили на трибуну, на них смотрели сотни их коллег, десятки тысяч, сотни тысяч телезрителей, есть и такие, которые смотрят парламентский канал. Вы слышали аргументацию некоторых народных депутатов по поводу того, что закон о медицинском каннабисе не нужно принимать, поскольку вместо полей с хлебом, полей с пшеницей, наши сограждане начнут засеивать свои огороды, сады коноплей. Ну и вместо хлеба мы получим поля, которые нужны будут только наркоманам. Ну что можно об этом сказать? Это диагноз, к сожалению, и когда вот эти люди, я не буду называть их фамилии, они главные, в общем-то, глашатая, они те, кто формирует общественное мнение, и их слова затем обсуждают на скамейках у подъездов, обсуждают у сельсоветов, у почтантов. Вот они формируют это общественное мнение. Есть же экспертная позиция, есть очень много каких-то аналитических выкладок, есть мнение людей, которым нужно доверять. Почему бы не провести разъяснительную работу? Я вам скажу, почему ее не провели. Потому что этот вопрос, вместо того, чтобы сделать вопросом жизни и смерти, в прямом смысле слова, я понимаю, о чем я говорю, все-таки почитайте, много умных полезных статей есть по этому поводу. Так вот, вместо того, чтобы сделать этот вопрос вопросом жизни и смерти, вопросом выздоровления, вопросом ополегчения мук, его снова вывели в политическую плоскость. Вот как сказали некоторые нардепы и политики, вот значит, вот так оно и будет. Значит, это никакой не медицинский каннабис, это обыкновенная дурь, которая призвана как можно быстрее нашу молодежь отправить на тот свет и дать заработать, уж извините, наркобарыгам. Печально все это. Второй момент, второй важный вопрос. Разумеется, не мог пройти мимо отставки вечного министра Арсена Авакова. Как-то спокойно она, в общем-то, прошла, буднично. Ну, я сделаю небольшой такой анонс. Мне кажется, что не только я, но и другие мои коллеги, как в Одессе, так и в стране в целом, к этому вернемся, обсудим, что же будет дальше с Аваковым, что же будет дальше с МВД. Что меня поразило? Меня поразило то, с какой легкостью народные депутаты проголосовали за отставку Авакова, отправили его, вы уже видели, наверное, да, в Фейсбуке вот эту вот, может быть, шутку, может быть, нет. Арсен Аваков начал работать гражданином Украины. Ну, смешно, действительно, был 7 лет министром непотопляемым, эффективным, неэффективным. Я не могу давать оценку, я не профессионал в этой сфере. Но, опять же, господа народные избранники, почему вы столь ответственного чиновника, чиновника, на котором завязано практически все, который носит в себе кейсы, да, чемоданы на многих своих коллег, бывших, нынешних, к ведомству которого есть множество вопросов и за 7 лет, и за то, что Аваков брал на себя. Почему вы отпускаете этого человека без какого-либо, ну, не без какого-либо, а без такого доклада, да, вот. Вот почему бы Арсену Авакову не устроить там на 3-4 часа, даже не пресс-конференцию, даже не общение с депутатами Верховной Рады. Это все было, вы знаете, сейчас правительство в парламенте, это насколько скучно, настолько это все неинтересно, одно и то же переливается из пустого, еще более пустое, а затем в порожнее. Десяток, давайте сформируем, да, десятку вопросов, которые есть у общества, которые есть у нардепов, которые, опять-таки, представляют это общество, вопросы к Министерству внутренних дел. Самые важные, ну, не важные, самые простые, от самых простых до самых таких животрепещущих, важных, вопросы по, давайте, вот, навскидку, не особо готовился, но наверняка такие вопросы есть. Там стрельба в княжечах, да, превышение служебных полномочий, крышевание наркоторговли, да, крышевание того, что нелегализовано, я имею в виду, там, проституции и так далее, и так далее, и так далее. Подготовка новых кадров. Вопрос вообще квалификации патрульных, не только патрульных, как все у нас обстоит там с оружием. То есть, в общем, вопросов уйма. Но лицо, такое важное, в общем-то, стратегически важное лицо в нашей стране, как Асен Иваков, которого действительно есть и за что похвалить, но с него есть и за что спросить. И вот парламентарии без каких-либо вот таких вот подаплодисменты, что аплодисменты заслуживает человек, но извините, мы не в театре, мы не на футбольном поле, чтобы человека, которого меняют, провожать аплодисментами. Оценку, действительно, нас президент, премьер-министр, почему те люди, которые представляют нас в парламенте, даже как-то не задумались о том, чтобы сначала спросить за резонансные вопросы, а затем уже отпустить. Вот это вот больше всего печалило, такое поведение наших народных избранников на минувшей неделе. Ну, что можно сказать? Лето, жара, не все выдерживают напряжение. Может быть, как говорил один из моих бывших руководителей, магнитные бури. И там, наверное, нужно отдыхать, лучше отдыхать, чем так работать. Это была колонка редактора, я Виталий Хеми, смотрите репортер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова